Танк Аргентино Медиано Танк Аргентина началась в 60-х годах 20 века, когда военные искали замену американским «Шерманам» и полугусеничным транспортерам М3. Аргентина не смогла договориться с представителями США о массовых поставках более современной техники. Альтернативу американцам могла бы предоставить европейская военная промышленность — французские танки АМХ-13, АМХ-30 или немецкий «Леопард-1». Но вскоре стало ясно, что европейские ОБТ просто не подходят аргентинцам. Согласно требованиям, составленным с учётом надёжности мостов и железных дорог страны, масса нового танка не должна была превышать 30 тонн. Аргентина хотела получить в первую очередь подвижный танк, но в то же время он должен был обладать мощным вооружением, стандартным на Западе калибром 105 мм. В итоге проект отдали немецкой фирме «Тисенхеншель». Специалисты из Германии уже имели опыт выполнения заказов для Мексики. Они подобрали отличную платформу для будущего танка Аргентины — серийную БМП «Мардер». В 70-х годах на «Мардер» неоднократно пробовали установить вооружение, характерное для лёгких танков, например, скрестить с башней АМХ-13 в проекте ДФ-105 или полностью переоснастить в проекте «Бегляйтпанцер-57». Аргентинский танк стал самым успешным экспериментом в этом направлении. Согласно первоначальному заданию, на модифицированный корпус «Мардер» установили новую башню с разновидностью 105-мм пушки Л-7 без дульного тормоза, восьмикратной оптикой и системой управления огнём с лазерным дальномером. В качестве силовой установки конструкторы выбрали 700-сильный двигатель МТУ. По наследству от «Мардер» аргентинскому танку досталась отличная подвижность не только передним, но и задним ходом. По обоим направлениям он может набрать до 75 км в час. Что касается боекомплекта, в арсенал вошёл стандартный набор боеприпасов НАТО — от ОБПС до бронебойно-фугасных снарядов. По тем временам этого было достаточно, чтобы уничтожить большинство потенциальных целей, включая «Леопард-1», «Т-55» и «Т-62». Там полностью соответствовал оригинальным требованиям заказчика. Инженеры «Хэншель» разработали подвижную, хорошо вооружённую боевую машину. Надёжную, но при этом сравнительно дешёвую. Тем не менее, танк нельзя было назвать передовой разработкой. В определённых ситуациях ограниченность бюджета всё же была заметна. Например, прибор ночного видения из четырёх членов экипажа получил только механик-водитель. Аргентина приняла там на вооружение в 1983 году, но с тех пор так ни разу и не применила танк в бою. К тому моменту фолклендский конфликт уже завершился, и других на горизонте не намечалось. В 90-х годах «Хэншель» попыталась продать там другим странам, но эти поиски нового покупателя успехом не увенчались. В начале 21 века Аргентина совместно с израильскими IMA и Elbit Systems прорабатывала возможности модернизации танка. Вариант «Там-2АйПи» предполагал оснащение машины плитами композитной брони, вроде тех, что применялись на последних модификациях «Танка Меркава». «Там-2АйПи» так и не дошёл до серийного производства, а вот «Там-2АйПи» оказался более успешным. Кроме новой забашенной корзины, танк также получил более мощную оптику и тепловизионное оборудование, повышающее эффективность машины на поле боя. Модернизация до стандарта «Там-2АйПи» происходит и в наши дни. Действительно массовой эта машина должна стать лишь в середине 20-х годов. Помимо «Там», в составе Вооружённых сил Аргентины есть несколько десятков танков «Керасир», «САУ» и «БМП» на базе «Там». В каком-то смысле конструкторы этой боевой машины вернулись к истокам в виде «БМП «Мардер». Что касается самого «Там», он представлен в «Вартандер» на шестом и седьмом рангах немецкой ветки исследования в качестве линейной боевой машины, а «Там-2АйБи» в качестве премиумной. А что вы думаете про аргентинскую технику? Расскажите об этом в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова